К другим темам. В Саратове под прицел инспекторов дорожного движения и сотрудников отделения исполнения административного законодательства попали водители грузовых автомобилей, перевозящих стройматериалы. В ходе рейда у них проверили документы на право заниматься торговой деятельностью. Как индивидуальный предприниматель не оказался оформлен никто. Тему продолжит Елена Губенкова. Сумма кирпича КамАЗ сколько стоит? Я не знаю, что стоит, но без наличия. Цену товара не знает, но продает. Сотрудники госавтоинспекции совместно с отделением ИАС проверяют грузовики, с которых торгуют строительными материалами. Этот случай один из многих. Водитель паркует груженый КамАЗ на обочине и ждет, пока товар купят. Правда, в этой сфере сплошные нарушения. Или ваш телефон? Нет. Нет? Нет. Камеру убери. Но крики здесь уже не помогут. Нарушения налицо. Водитель грузовика не оформлен как индивидуальный предприниматель, а значит не имеет права продавать стройматериалы. И за это ему придется заплатить. Штраф от 500 рублей до нескольких тысяч. За нарушителя берутся сотрудники ИАС. Гражданин должен был зарегистрироваться налогом как индивидуальный предприниматель. Соответственно, у него документов нет. И поэтому сотрудниками ИАС будет у него составлен административный протокол. После чего материал будет направлен в Мировой суд для принятия решения. У сотрудников ДПС свои претензии к нарушителям. Они зачастую бросают грузовики прямо на проезжей части. За такую парковку каждому придется заплатить полторы тысячи рублей. А когда оставляют автомобили на обочине, это тоже создает аварийные ситуации. Такие машины зачастую стоят еще и на каких-то участках без покрытия. И в сырую погоду, соответственно, они когда выезжают на асфальт, происходит загрязнение проезжей части. Именно с землей, глиной зачастую, которую они на своих колесах выносят на проезжую часть. Тем самым загрязняют и создается реальную угрозу уже, когда грязь, это скользкое покрытие. Скользкая дорога, повышенная аварийность. С нарушителями в ходе совместного рейда не шутят. Каждого, кто работает без документов, штрафуют. Правда, тех, кто паркуется с нарушениями, в этот день не обнаружили. А вот тех, кто не оформил ИП, оказалось немало. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.